В Акжаевском районе планируют построить фабрику по переработке шерсти. Ранее в Уральске было одно такое предприятие, но теперь и его закрыли. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал заместитель Акимы области Серег Сулеймен. Также он отчитался о сдвигах в агропромышленном комплексе. Каких результатов добились аграрии и фермеры за последние 8 месяцев, расскажут наши корреспонденты. Уборочная страда в области подходит к концу. Результаты ее не могут не радовать. На сегодня уже завершена уборка озимых зерновых культур. Средняя урожайность составила 7 центнеров с гектара. Что касается масличных культур, то их убрали только с пятой части площади. К уборке основной массы подсолнечника планируют приступить с третьей декады сентября. Также собрано 35 тысяч тонн картофеля, более 40 тысяч тонн овощей и 24 тонны бахчевых культур. Голодным зимой не останется и скот. На заседании отметили, работы в этом направлении тоже подходят к концу. На сегодня посеяли 60 тысяч гектаров. Это 72%. В связи с погодными условиями немножко задержались. Но 80 тысяч гектаров мы в этом году выполним. По спашке зяби на сегодня мы у нас запланировали 250 тысяч гектаров. На сегодня мы около 100 тысяч спахали. Тоже 250 тысяч гектаров мы в этом году спашем. А кормить действительно есть кого. Рост КРС составил более 6%. Кстати, в связи с этим в Акжаикском районе планируется строительство фабрики по переработке шерсти. Стоимость проекта – 45 миллионов тенге. Сейчас готовится программа, новая программа по линии Казаха продукт. Именно по переработке грубой танкорубной шерсти. В Казахстане работает современная перерабатывающая фабрика. Это Чимкент. Мощность у него где-то 7 тысяч тонн. Мы хотим сейчас завести из Китая первоначально, первый этап оборудования – первичная переработка шерсти. Помощь на развитие агропромышленного комплекса из года в год увеличивается. Только в этом году государственная поддержка выросла на 22%. На сегодняшний день, согласно поручению главы государства, идет большая поддержка сельскохозяйства. Это согласно программе «Агробизнес-2020». По западной хоростанской области для этого в этом году выделены 4 миллиарда 386 миллионов тенге. В том числе с республиканского бюджета – это 3 миллиарда 490 миллионов, с местного бюджета – 896 миллионов тенге. Переработка сельхозпродукции тоже идет в гору. Наиболее значительный рост достигнут в производстве сливочного масла, муки, кондитерских и колбасных изделий. Ирина Грибовская, Эбула Джагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.